Поле из ярко-красных цветов площадью в 6 гектаров правоохранители обнаружили вблизи участка автомобильной дороги Телуша-Дубовка. Как выяснилось, украшением Бобруйского района был мак. 1 июня по 15 сентября текущего года проходит основной этап специальной программы мак. В одной из задач этого комплекса является выявление произрастания декорастущего мака и конопли, так как данные растения являются сырьевой базой для производства наркотических средств. Такое количество запретных цветов сотрудникам милиции было не под силу уничтожить своими силами, а потому пришлось привлекать комбайн из агрогородка Телуша. Декорастущий наркотик срезали, перемолотили в труху и запахали в землю с помощью трактора. Но не факт, что букеты не появятся на этом месте снова. Декорастущая мака и конопля абсолютно неприхотливы ни к природам, ни к погодным условиям, а потому растут где угодно – в полях, на заброшенных участках, в лесах и в частном секторе. Этим пользуются народные умельцы, которые путем нехитрых манипуляций и технологий вываривают из них наркотическое зелье. Доказывать запрещенную флору в этот раз было некого. Растения выросли сами по себе, за ними никто не ухаживал и не обрабатывал. За посев же или выращивание запрещенных к возделыванию мака и конопли предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин, а незаконный оборот наркосодержащих растений может обернуться для любителей зелья привлечением к уголовной ответственности и лишением свободы на срок до 15 лет.